Это вот сейчас 7 вечера. Я вышла, надеялась, что солнце сядет. Тучка пришла и ушла. Тем более по асфальту ходишь. Надо было, может, на речку ехать. Ой, дурдом. У меня есть очень интересные мысли по поводу политики. Поэтому, может, позже, может, сегодня. Сейчас пока гуляем, слушаем английский. Я сегодня просидела, я сегодня молодец. Просидела 3 часа, учила тесты. Такие интересные вопросы там есть. Например, мне очень понравилась информация про поправку номер 1. Свобода мышления, свобода слова. Ой, желаю всем, чтобы оно работало на деле. Не только на бумаге. Ходит, ходит. Жарко ему тоже. Стричь надо. Ой, мама дорогая. Вот, иду уже, чуть стемнело уже. Ходишь, оглядываешься. Сейчас с парнем поздоровалась. У него дреды, косички, знаете, такие, ниже попы висят. Весь в наколках этот парень. Я думаю, нифига себе, надо домой идти. А здесь вот у нас особенно закоулок такой, что можно попасть в полное окружение. Сейчас покажу. Вот здесь вот, когда идешь, это проход для всех собачников. Они вот так ходят вокруг дома. Кто ленивый, в парк ходить. И вот здесь вот с одной стороны можно человека окружить, и с другой. А там обрыв. И хрен кто найдет или услышит. Ну, хотя здесь все время есть люди. Здесь же дикий лес. Ноль цивилизации. И вот задние дворики только. Вечно у меня какие-то дурные фантазии, правда. Потому что всякие боты и хейтеры пишут. Вот сегодня еще один прилез на мой канал. Потом покажу, расскажу, что он мне там понаписывал. Опять угрозы. Но уж дурное не понимает, что я под особым контролем. Я же политическое все это собираю в отдельную папочку. Поэтому лучше ко мне не приставать с дурацкими угрозами. Завтра мусорный день. Мусорки на каждом шагу. Я сказала, да, что у нас увеличилась преступность. В разы. Наркомания увеличилась. Не знаю, в магазине давно не было, говорят, там цены тоже подскочили. Не знаю, что дальше будет. Надеюсь, голода хотя бы не будет, о котором все вещают. Как-то так все это неправильно. Был какой-то порядок более-менее. А сейчас все перевернулось. Я вот даже вспомнила людей, которые застряли на этом круизном лагере. Представляете, сколько они там торчали на нем? Месяц или два. С ума сойти можно. Видеть берег и не иметь возможности на него сойти. Пошли, малыши. Так что берегите себя. Машинка какая прикольная, квадратная все. Не знаю, что за машинка. Не болейте. До встречи. Бобе, я сказала, место. Вот здесь вот папа дома, он к нему рвется. Место сидеть вот так вот. Ну, окей почти сел. Хочу показать, как я учусь. У меня старый-старый словарик. Видите? Еле дышит. Малюсенький, еще, по-моему, со школы. Вот, книжечка я уже показывала. Здесь включаю компьютер. У меня здесь переводчик включен. И вот у меня уже, я прошла 62 вопроса. Видите, здесь вопрос. Слова, которые, не знаю, выписываю отдельно. Потом перевод идет. Транскрипция, если нужно. И вопросы вот сейчас уже пошли полегче. Отдельную тетрадку завела. Гражданство. Еще я выписываю такие карточки. Видите? Отдельно здесь вопрос. Здесь ответ. А здесь выписываю, например, кто главный судья. Вот это нужно еще выучить. Кто спикер. Ну, это как бы на слуху у Нэнси Пелоси. Потом вот этот вот первый блок очень сложный. Здесь в основном о строительстве государства, о Сенате, о палатах, две палаты, палаты представителей. В общем, дурдом. Ну, здесь вот легко, да, уже узнаем, кто президент, в принципе. Вот. Вот этот вот первый блок, это все нужно еще зубрить. Вот так вот я фломастером буду все подчеркивать. Главное, сначала нужно пройтись, все повыписывать, а потом уже, вот, нужно найти также, кто губернатор штата, все это выписать. Есть легкие вопросы, например, какая политическая партия президента в настоящее время. Ну, это понятно, да? Столица штата тоже понятно. А вот, например, сенатора нужно найти, губернатора. Хоган у нас. Тоже нужно найти, как правильно пишется. Нужно не только уметь произнести, но еще и написать. Вот. Вот этот первый блок я вообще не в дуб ногой еще. Ну, например. Вообще есть такие вопросы непонятные, особенно, когда тесты. Я еще здесь на компьютере тесты прохожу, то там вообще можно запутаться. Хитрые тесты. Также дальше идут исторические, уже пошли события. В общем, тоже дурдом. Это все нужно учить. Даты. Ну, это хорошо, с одной стороны, потому что мозги развиваются, не застаиваются. Например, кто написал декларацию независимости? Томас Джефферсон. Вот. Какой год. Надеюсь, у меня получится. Очень переживаю, конечно. Я как раз вот рассказывала, что преступность увеличилась. Что ты говорил? Вчера ехал по дороге, передо мной останавливается, включила полицейская машина Михалку и заблокировала всю улицу. Я стоял в крайнем правом ряду, я не мог не проехать ничего, потому что с левой стороны было забито все машинами. В этот момент полицейские выбежали из машины вдвоем и побежали за какой-то теткой. Тетка бегала, убегала куда-то в сторону, там, где народ торгует тряпками или еще чем-то. И сразу спряталась, так присела за стол, и это самое, но они ее споймали. Но не стреляли, да? Нет, стрельбы никакой не было. Но была эта самая ситуация такая, что как будто бы она, но я не скажу, что она была пьяная, потому что я ее видел, когда она бежала, она не теряла равновесие, ничего, это самое. Но, скорее всего, что это была торговка наркотиками какими-то, потому что к этот момент, когда ее захватили, со всех сторон начали съезжаться полицейские машины еще. Все, дорога была перекрыта, светофор не работает, работает светофор, но тут стоит полицейская с мигалками, ее все пропускают, тут еще одна полицейская с мигалками, еще подъехало три машины, и с каждой машины выходило по два человека, и все это место окружили. Что-то серьезное, значит. Ну, что-то было серьезное, наверное, я не знаю точно, но народ, который там стоял, пожимал плечами, там стоят, народ торгует шмотками какими-то, знаешь, как это, частные предприниматели и СМН. А где это было? Это South East, это самое криминальное место в Вашингтоне. Так это в Вашингтоне было, да? Это было в Вашингтоне, если, да. Ну, это хорошо еще, что они туда заезжают, был момент, что они туда вообще не хотели ехать, полиция, полицейские. Полиция там постоянно дежурит. Постоянно, да? Полиция там постоянно дежурит, да, я сколько езжу, я всегда вижу полицейские машины. А раньше, вот когда ковид был? Когда ковид был, вообще полицейских машин не было видно. Да, ну, я же говорю, хорошо, что уже вспомнили дорожку. Вспомнили о работе, возможно. Вспомнили, да, о работе. Вспомнили о том, что работать надо. Ну, это радует.